Добрый вечер от области экономики и тема нашей сегодняшней передачи цифровые технологии. Цифровые технологии сфера, которая сложна для понимания большинства представителей старшего поколения. Я, например, очень радовался и гордился моей мамой, когда она с простых смс перешла в известные мессенджеры, а позже освоила YouTube и другие приложения. Сегодня наша задача разобраться, действительно ли информационные технологии такие сложные и непонятные. А начнем мы наше погружение с мероприятия, которое называется «Хакатон. Цифровой прорыв». Доброе утро, уважаемые гости, участники, эксперты. Церемонии открытия регионального хакатона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Уважаемые участники, доброе утро. Прежде всего, позвольте зачитать обращение первого заместителя, руководителя администрации президента Сергея Кириенко с напутствием для вас. Уважаемые участники, приветствую вас на региональном этапе Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» проекта «Россия – страна возможностей». Этот конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт. На самом деле наш университет заинтересован, чтобы как можно больше таких мероприятий федерального масштаба проходило именно на площадке технического университета и технопарка. Потому что технопарк должен жить, когда в нем люди есть. И в идеале эти люди должны находиться в технопарке круглосуточно. И чем больше ребята будут заниматься такими проектами, тем больше вероятность того, что у них что-то на выходе получится. На самом деле все ребята, которые сегодня участвуют в Хакатоне, а это представители трех субъектов Российской Федерации, кроме Иркутской области, это акишники Забайкальского края и Республики Бурятия, они прошли соответствующий отбор. Поэтому это лучшие из лучших сегодня участвуют в выполнении работ и готовят какие-то предложения, задания, которые им предоставили организаторы. И я уверен, что это будет не один, не два удачных проекта, а их будет намного больше. Ребята готовят цифровые решения для урбанистических проектов, и это достаточно сложно. Это понятная сфера, это государство, это муниципалитет, это региональная власть. Но мне кажется, даже в этих случаях они смогут найти частных инвесторов для реализации своих проектов. Мероприятие, которое сегодня проходит в технопарке Ирниту, называется Хакатон. Это такой интенсив по разработке информационно-технологических решений. Команды, состоящие из дизайнеров, программистов и проектных менеджеров, в течение 36 часов непрерывной работы будут делать свой продукт. Интересно, а смогут ли они справиться с этой задачей? Мы выбрали направление, по которому будем работать. Это оптимизация работы общественного транспорта, в нашем случае города Иркутска. Соответственно, нам сейчас надо обсудить, какое решение мы хотим предложить. Спланируем работу на ближайшие 36 часов. Как мы это будем сдавать, какой у нас появится прототип. Ну и затем, я надеюсь, у нас все получится, и мы сможем завтра представить уже прототип, презентацию с необходимыми результатами. Ну и занять, надеюсь, призовое место, по крайней мере, в региональном этапе. Мы впервые участвуем, то есть все участники впервые участвуем в подобном мероприятии. Также не все мы были до этого мероприятия знакомы. Наша команда сложилась буквально полчаса назад, поэтому нам надо научиться срабатываться, попытаться уложиться в эти временные рамки. Надеюсь, это все получится. Конечно, полностью 100% работающий продукт за это время создать, на мой взгляд, невозможно, но хотать создать можно. Поэтому мы постараемся его создать. Ребята, которые работают сейчас на Хакатоне, если добьются значимых результатов, то захотят и дальше развивать свой проект. И первая задача, с которой они столкнутся, это поиск инвесторов. Однако местные инвесторы неохотно инвестируют в сферу информационных технологий. Во-первых, риски большие, а во-вторых, оборудование, которое могло бы стать залоговым, не приобретается. Но все же такие инвесторы есть. И один из них – серийный предприниматель Александр Соболев. И он не совсем классический инвестор. Он, что называется, smart money – умные деньги. Помогает и финансово, и своим опытом. В России именно отношение к инвестиционной деятельности в плане IT достаточно специфическое. Очень большую роль, я считаю, играет по сравнению с западными странами эта идея. Люди придумывают некую идею, вокруг нее носятся, считают это прямо вот все, что самое главное нужное. Но я абсолютно уверен, что помимо идеи, нужна хорошая команда и достаточно количества инвестиций, чтобы упаковать эту идею в некий продукт, за который кто-то достанет из своего кармана деньги и заплатит, будет непосредственно потребитель. В России вот этому уделяется мало внимания, и это достаточно проблема. Что касается моего опыта, у меня есть примеры, которые достаточно успешные, на которых я зарабатываю деньги. Есть примеры полного провала, я как бы этого не стесняюсь, это абсолютно нормально в такой виде деятельности. То есть, например, на протяжении четырех лет мы разрабатывали социальную сеть, которая стимулирует человека к саморазвитию. Мы в итоге ее запустим, надеюсь, в ближайшие год-два, но на сегодняшний момент это просто, грубо говоря, хранилище информации, несколько терабайт, которое не представляет никакой ценности, грубо говоря, просто информации. А вот на рынке игрушек мы достаточно успели закрепиться, то есть мы сейчас параллельно зарабатываем две игры, непосредственно для американского рынка, для виртуальной реальности, где четко понятно маркетинг, как действовать, понятно, как ее продавать, и достаточно, ну, нам легко понятно, тем более, рынок труда в России в разы, именно не в несколько раз, а в разы несколько ниже, чем в западных государствах, и имеем некое конкурентное преимущество при выходе на рынок. Что касается успешных проектов, которые были в моей практике, то, ну, непосредственно могу рассказать про мозговом. Google – это большая интеллектуальная карта, предназначенная для развития детей, которая уже на сегодняшний момент продается, которая поддерживается компанией Google, и на сегодняшний момент пройдется в России и готовится к запуску во Франции и в Китае. Ну, технологии идут вперед, и мы сейчас ее хотим сделать, технологию дополненной реальности, когда наводишь на любую часть этого плаката виртуального, картинка оживает, и идет рассказ про непосредственные события или какую-то отрасль знаний. Мне кажется, это будет очень прикольно, полезно для детишек. И в игровой форме доступно сможем объяснить те или иные сложные процессы, которые, в любом случае, заставят учить в школе. Такие маленькие компании, которые только начинают свой путь, называют стартапами. Однако, если компания уже успешно выпустила на рынок несколько продуктов или оказывает услуги, является лидером в своем сегменте, назвать ее стартапом уже сложно. И в нашем городе есть такие крупные компании. Давайте с ними познакомимся. Мало кто знает, но в Иркутске размещается компания, которая разрабатывает программное обеспечение для управления хостингом и занимает 80% этого рынка в Российской Федерации. Но это далеко еще не все продукты этой компании. Компания SP System. Почти 15 лет на рынке. Четыре уникальных IT-продукта. 80% рынка Российской Федерации по программам управления хостинга. Более 125 сотрудников. Павел, расскажите немного про вашу компанию. В основном, в первую очередь, нас интересует как раз тот самый ваш большой и самый основательный продукт сервис управления хостингом, то есть программное обеспечение для управления хостингом. Вот можно немножко истории компании, то есть как это все начиналось, как вы пришли к этому решению. Компания уже достаточно давно существует, то есть еще в начале 2000-х проекты, в принципе, начали реализовывать. Тогда на рынке был определенный такой вакуум, хостинг начинался, цоды начали появляться, софта для управления не было. Вот так вот появились наши первые проекты, первые заказчики, первые клиенты. Потом мы поняли, что не только это касается бизнесов непосредственно и цодов, что у пользователей непосредственно конечных хостингов тоже нету как таковых инструментов управления. Так появился вот флагманский продукт, про который вы говорите, для управления хостингом, который помогает условно владельцам сайтов проще управлять доменами, сайтами этой истории. И просто со временем компания развивалась, росла, продукты стали приобретать популярность, сначала по всей России, потом по СНГ, потом мы вышли на мировой рынок. И сейчас активно развиваемся в этом направлении, продолжаем. У нас появляются новые продукты, у нас расширился уже ряд клиентов наш, то есть целевые аудитории, скажем так. Может быть, немножко стоит раскрыть смысл, да, то есть, если мы правильно понимаем, все-таки хостинг, да, это услуга, которую предоставляют владельцы цодов, да, по хранению, собственно говоря, чужих сайтов, чужих данных, вот. И эта услуга, она как бы сама по себе достаточно сложная, да, здесь вот, поправьте, если я не прав, то есть как раз ваше программное обеспечение, оно, с одной стороны, для цодов облегчает передачу этой услуги, потому что теперь и клиенты-пользователь, да, то есть могут управлять, да, вот этим местом, на котором хранится сайт, вот. Здесь мы правы, да? Да, все абсолютно верно, то есть услуга достаточно сложная, ее могут предоставлять либо дата-центры, либо провайдеры могут арендовать какое-то место в дата-центре и предоставлять эту услугу. По сути, там, продукт – это графическая оболочка, как Windows, да, если мы Windows убираем, то пользователю придется писать в командной строке, какие-то команды, никто этого делать не умеет. Абсолютно точно так же с хостингом, то есть мы просто делаем графическую оболочку, где можно мышкой кликать какие-то вещи делать, вместо того, чтобы пользователь учил системное администрирование, программирование и так далее. Поддерживает такое множество продуктов, то есть очевидно, что у вас, в принципе, достаточно большой штат, да, то есть и помимо того, что большой штат, очевидно, что у вас есть какая-то постоянная, да, потребность HR, потребность новых людей, да, то есть может быть вот этот вопрос чуть-чуть раскрою с вами. Большой штат, все достаточно условно и относительно. У нас на сегодняшний день работает больше 125, по-моему, 128 человек в разных проектах. В HR потребность, безусловно, есть, потому что, несмотря на то, что мы занимаемся разработкой программного обеспечения, нам постоянно нужны какие-то другие специалисты тоже, продуктологи, дизайнеры, менеджеры, которые управляют всеми этими командами. Как правило, готовых специалистов мы прям вот не находим на рынке труда, поэтому мы плотно работаем тоже с фузами, ведем свои какие-то курсы и набираем людей таким образом через практики, привлекаем стажировки, оставляем их потом в компании и взращиваем в надежде, что там через год-два они начнут полноценно приносить пользу. Мы в нашей передаче много говорим про стартапы, да, то есть про компании, которые еще маленькие, которые еще только создают первые продукты, находятся в поиске инвестиций и так далее. При этом вот эта грань, когда проект перестал быть стартапом и стал уже серьезной компанией, она, в принципе, и никто не знает. То есть известный факт, что когда Яндекс первый раз вышел на IPO, то есть Володжи говорил, типа, мы до сих пор стартап. Вопрос такой, то есть вы себя можете сейчас назвать стартапом или все-таки вы уже, наверное, серьезная такая продуктовая команда, которая просто идет к своей цели и вот как-то вот этой вот романтики стартаперской организации. Я бы, наверное, немного перефразировал. Мы очень серьезная продуктовая компания-стартап. У нас постоянные какие-то изменения происходят и как в компании, так и в командах, в процессах, в видении, как мы подходим к задачам. Это не свойственно уже таким зрелым, устоявшимся компаниям, где процессы полностью налажены. В этом смысле мы абсолютный стартап. У нас появляется очень много гипотез, даже в существующих продуктах, которые мы также тестируем, где-то мы ошибаемся, где-то у нас получается. Но при этом, безусловно, как у многих стартапов, мы не бегаем по рынку, не ищем инвестиции. Здесь мы вполне себе самодостаточны. То есть мы серьезный стартап. По духу нашему, да, мы до сих пор в стартапе. В современном мире сайт – это не просто визитка компании, как было на заре интернета. Сегодня он часто является неразрывной функциональной частью бизнеса или, в принципе, сам является практически независимым бизнесом. На сайт, как и на любой бизнес, часто покушаются злоумышленники. Да и, в принципе, собрав в себя множество бизнес-процессов, он иногда может давать сбой. Иркутская компания IT-сумма может умело охранять и поддерживать интернет-площадки. Компания IT-сумма. 11 лет на рынке. Три офиса в России. 10 серверов на поддержке с ежедневной аудиторией 150 миллионов посетителей. Ключевые клиенты. Мвидео. Первый УФД. Мой круг. Тотальный диктант. ТАСС. Наше радио. Новая газета. С-7. ЮТЕЙР. Олимпийский комитет России. Хочу вам рассказать про наш офис немножечко. Получается, первый и второй этажи у нас заняты системными администраторами, которые как раз и осуществляют непосредственную поддержку проектов, которые мы сопровождаем. Например, примерно вот так выглядит типовой офис наших администраторов. Они занимаются контролированием, работой с клиентами, разработкой новых проектов и так далее. Типовое рабочее место выглядит у нас примерно таким образом. это наутбук-монитор, там или несколько мониторов. Потому что информации много, необходимо. Удобно сказать, что в Европе. Теперь можем пойти дальше. На третьем этаже у нас традиционно кабинет разработчиков. Они занимаются тем, что создают новые веб-проекты. Например, мы разрабатывали несколько сайтов, разрабатывали некоторые вещи для несливая нашествия, которые проходят в Москве. Вот здесь у нас столовая. Здесь у нас кабинет разработчиков. Примерно так вот выглядит типовой кабинет. То есть, например, так, что сидят ребята, которые прируют разработку, непосредственно разработчики, которые выполняют какие-то задачи по проектам клиентов. Примерно так. Антон, часто спрашивают, с чего все началось. Я задам другой вопрос. Чем все закончилось, а вернее, чем все продолжается вот уже 10 лет? Ну, почти 11 лет уже у нас в августе день рождения компании. Отметить можно самые разные вехи, достижения. Но мне кажется, одним из наибольших наших успехов это то, что мы развиваемся и при этом не забываем про нашу иркутскую студенческую молодежь. Мы активно работаем с вузами. Многие наши новые сотрудники – это именно выпускники иркутских вузов, ИГУ, политех, нархозы. И мне кажется, это наше самое главное достижение. То, что мы помогаем обеспечивать рабочими местами, помогаем развиваться именно нашим иркутским специалистам. Говоря про работу, у вас на сайте написано, что вы уже с 2008 года специализируете, собственно, на технической поддержке. То есть, вспоминая техподдержку периода конца 90-х, 2000-х, то есть, это неведомый такой бородатый мужчина, который непонятно, да, или чинит компьютер, или что-то в сервере говоря, то есть, либо уже забытые там CD-ромы, да, кому-то чинят. То есть, что изменилось с того периода и изменилось и дальше? С одной стороны, изменилось все, с другой стороны, не поменялось ничего. То есть, с точки зрения фактической работы, мы точно так же ковыряемся сейчас в серверах, настраиваем их, обеспечиваем бесперебойную работу новых проектов. С другой стороны, поменялось в том плане, что если раньше это были какие-то небольшие сервера, сайты с какими-то задачами, где мы просто чинили аварии, раскатывали все из резервных копий, то сейчас это уже какие-то крупные проекты, на которые заходят миллионы посетителей в месяц, через которые ходят транзакции сотни тысяч рублей в час. То есть, увеличилась сложность проектов, увеличилась наша ответственность за эти проекты, увеличились объемы того, что мы делаем для наших клиентов, потому что сложность поддержки простых клиентов сложных, она сильно различается, и вот с развитием нашей компании мы смогли переодолеть этот барьер. Вы сейчас всю работу делаете полностью вручную или в связи с развитием нейросетей, каких-то обучаемых систем, то есть какую-то часть работы все-таки получается передавать на выполнение? Ну, ручной работы по-прежнему довольно много, можно даже спросить об этом нашу команду поддержки NVIDIA, но при всем при этом мы же разрабатываем свой продукт 2008 года, систему мониторинга, и вот как раз там мы используем и машинное обучение на больших данных, у нас много клиентов, много серверов, накопилось достаточно много информации, и эта информация позволяет нам в помощи машинного обучения находить какие-то новые законы, новые правила, на основе которых мы как-то корректируем свою дальнейшую работу. В своей речи ты упомянул про видео, которое, видимо, является вашим клиентом. Расскажи еще, да, то есть это достаточно такой серьезный рыночный игрок, серьезный клиент, а какие еще есть ленты вообще, как выглядит ваш клиент? На самом деле мы поддерживаем самых разных клиентов, это могут быть какие-то небольшие сайты компании, небольшие интернет-магазины, и средний бизнес, и вплоть до самых крупных проектов международного уровня, например, и Тартас, например, М-Видео, С-7, например, работаем с уральскими авиалиниями, с ЮТЕЙР, в Москве очень популярен каршеринг и ремобиль, например, работаем с ним. Антон, вот тогда вот такой вопрос, да, несмотря на то, что вот такая вот большая компания, да, и в принципе, то есть мы вот готовились, выпуская передачу, встретились уже не с одной IT-компанией, да, то есть как в целом ты сейчас оцениваешь уровень местных, не только компаний, уровень местной механизации, уровень нашего комьюнити, да, айтишного такого? На самом деле городом Иркутском в этом плане можно гордиться, потому что при помощи наших усилий и усилий других компаний, которые располагаются в нашем регионе, мы сделали так, что Иркутск действительно считается и кузницей квалифицированных IT-кадров, и сам по себе представляет город, где про IT знают не понаслышке, то есть здесь многие компании, которые идут на острие технического прогресса и которые прививают его молодежи, постоянно кого-то обучают. Мы устраиваем митапы с другими компаниями совместно, на которые приходит довольно много как студентов, так и уже опытных инженеров из других компаний. Все обмениваются знаниями друг с другом, и таким образом мы повышаем еще больше уровень образованности нашего города. Компания IT-сума, помимо своих крупных федеральных клиентов, удивила тем, что пока в тестовом запуске, но все же организовала собственное книжное издательство. Причем книги они издают не в электронном формате, как можно было бы подумать, в классическом, аналоговом, на бумаге. Когда мы говорим про информационно-технологические продукты, как правило, мы имеем в виду некий абстрактный набор кода. Но эти технологии могут быть также вполне себе осязательными. И некоторые даже можно пощупать. Значит, ну у нас на заднем плане сейчас стоит стенд, который симулирует интеллектуальные энергетические системы. Он так и называется стенд-тренажер по изучению интеллектуальных энергетических систем. Это аппаратно-программный симулятор. Он нужен для того, чтобы максимально быстро войти в очень сложную область. Потому что энергетика сама по себе это по сложности уже по своему живому организму. Вот вы как у живого организма не можете отдельные клетки отредактировать, так и все розетки в городе вы по отдельности не отредактируете, если захотите поменять. То есть это уже по сложности как живой организм, энергосистема. И любые изменения в ней настолько уже сложные. И поэтому, чтобы делать что-то новое, нужно две вещи. Первое – понимать, как устроено существующее, а второе – понимать, что туда можно внести и какой ценой. И вот на самом деле та революция, которая происходит сейчас в энергетике – это про цифровизацию. То есть мы все начинаем хотеть, как предприниматели, как владельцы бизнесов, как владельцы энергетических компаний, как инженеры, как экономисты, понимать, как на самом деле генерируется, расходуется, распределяется энергия. Потому что мы сейчас этого не понимаем. Кроме того, что это сама по себе очень интересная история с точки зрения образования, модели и так далее, эта история интересна и как бизнес. Потому что сейчас этих стендов стоит больше 15 по всей стране – в Кванториумах, в Сириусе, в Школе Газпрома, то есть в разных учреждениях доп. образования и основного образования высокого уровня. Сейчас вот буквально у нас прошел остров 10-22, на прошлой неделе закончился. Мы начинаем поставки этой системы в университеты, и у нас будет несколько магистратур совместных. В целом вообще система отнестись к образованию, как к решениям, которые разрабатывают частные компании, это в реальности с одной стороны ситуация, которая сильно зарегулирована, а с другой стороны это ситуация почти безграничных возможностей. И мы тут стараемся быть впереди, и у нас получается быть одним из первых, кто начинает предлагать комплексные решения для образования, которые разрабатываются в частной области. Нам понятно, какую роль в информационных технологиях и цифровой экономике занимают небольшие частные компании и стартапы. Но какое место в этом вопросе занимает такой гигант, как государство, и как он относится к процессам глобальной цифровизации экономики? Здесь самое важное, чтобы региональная программа началась с реформирования и цифровизации государственного управления и муниципального управления. Это самое важное, потому что если мы посмотрим на то, как работают министерства, ведомства, администрации городов, то очень большая работа связана с документами, с так называемой текучкой. Занимает это иногда до 80% времени. Как только это будет в цифровом формате, это будет некая шина, к которой могут подключиться все, и с учетом того, что это будет защищено электронной цифровой подписью, любой человек, имеющий доступ к этой информации, например, федеральное какое-то ведомство, нужно получить информацию о определенном направлении работы в Иркутской области. они заходят и тут же ее получают без запросов, без каких-то бумаг, без согласований. И, конечно, в этом смысле все убыстрится еще больше, чем сейчас. И как только произойдет полностью цифровизация правительств, муниципальных образований, я думаю, что каждый человек просто на 100% ощутит простоту получения именно любой информации, что касаемо государственных услуг, ну и вообще любой информации о том, что происходит в регионе, в городе. А какие направления, либо есть какие-то ярко выраженные проекты в этой программе, которые имеют наибольший потенциал? Большой процент цифровизации, наверное, возьмем большую энергетику, можно говорить о ней. Потому что все данные, все параметры в работе электростанций, тепловых, электрических, теплоэлектроцентрали, любых объектов, насосных станций, подстанций, она стекается в диспетчерском управлении. И чем больше информации, тем больше данных оцифровано, тем проще принимать решения по управлению энергосистемой. Я думаю, что энергосистема, наверное, в передовиках именно по цифровизации и по вовлеченности в цифровую экономику. Ну, а тут можно говорить, по большому счету, уже о любом предприятии, потому что любой предприятий сейчас переходит именно на оцифровывание своих услуг, ну и без этого никуда. Пока мы изучали вопрос информационных технологий, 36 часов, которые давали командам на Хакатоне, подошли к концу. 9 сборных команд, участники которых представляют Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край, вышли в финал, который состоится в сентябре этого года в Казани. Будем надеяться, что из их мелких наработок вырастут большие компании, которые пополнят ряды IT-монстров нашего региона. Это была область экономики, Леонид Чернигов, увидимся через неделю.